Ты еще не подписался на телеграм-канал? Тогда советую это сделать. Тогда ты будешь в курсе всех новостей, которые не упоминаются ни на одном из источников. Какие видосы планируются, что я буду выпускать, чем занимаюсь в данный момент, ну и просто есть возможность со мной поболтать. Так что подписывайся обязательно, ссылка в описании. Также в нашей группе ВКонтакте Starstable Questions открылся свой мини-магазинчик услуг, в котором вы сможете записаться на занятия, оформить уход за лошадью или же ее тренировку, ну а также помощь в прохождении ивентов. Так что если интересно, переходи по ссылке в описании. Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Даналя, и сегодня у нас очередное видео-покупочка лошади подписчику. Это будет очень интересное видео, потому что будет очень много интересных лошадок, интересных сочетаний, ну и просто сама по себе покупка лошади этому подписчику, этому персонажу, этому человечку. Так что устраивайтесь поудобнее, лежи, седлайте своих коней и поехали! Мэри Софт Парк. Персонаж, у которого по сути нет какой-то своей определенной истории, встречает нас на красивом сером лепицане, в ковбойской шляпе и достаточно светлом сете. Действительно, у этого персонажа не будет какой-то особенной истории, да и в принципе истории не будет. Этот персонаж существует с 2016-17 года, но свое активное развитие получил только в 2022 году. Эта история очень похожа на мои доп-аки, которые были созданы примерно в эти же годы, но в итоге свои лайфы получили примерно либо в 20-21 году, насколько я помню, а некоторые получили буквально до вот только месяц назад. То есть, представляете, сколько лет аккаунты ждали своего лайфа? Несмотря на то, что они допники, все равно я решила им тоже подарить эту возможность существовать, как и хозяйка данного аккаунта своему персонажу. Так, давайте тогда сразу перейдем к тому, каких лошадок, точнее требования к лошадкам, мы должны учитывать при покупке. Имя должно быть на английском языке, предпочтительнее третьего поколения. Она любит абсолютно всех лошадок, нету таких пород, которые нельзя было бы покупать. Ограничения на покупку амуниции нету, то есть, если мы не найдем что-то в шкафу, то, я так понимаю, мы можем что-то купить. И также абсолютно любая стрижка СК у человека есть, но я все-таки постараюсь найти именно в конюшне, в шкафу, что-то подходящее. Давайте посмотрим теперь лошадок данного человека. У нее две с половиной страницы с учетом заполнения всей конюшни, то есть, это достаточно много лошадей. По породам мы видим очень много бельгийцев, уже вижу пасафина, лепицианы, очень много пасафина, морган, хаффлингер. Так, началочка, теннисейцы вижу, поняши, шайры, магические, старые, новые есть еще лошади. Так, я вижу одного першерона и вот меня еще интересовал здесь фриз, где-то, а где? А, он, наверное, сейчас по алфавиту, да, вот он, фриз. Фриз, у нас один мустанг, два марвары, один луз, один лузитан, два старых лепициана второго поколения. Подождите, что? А, извините, это не началка, это тракет, не признала. Издалека фриз, тинкер, исландец, хаффлингер, готланд, фриза второго поколения, два англичанина, две датские... Так, а это кто у нас? А, это тоже бельгийц. Четыре бельгийца, две датских, канимары, орденец, арабчики новые, старые арабчики, одна аполуза, два андалуза, один американский квотер, два американских пейнта и ахалтикинс. Ну что ж, очень интересная подборочка. По поводу мастей мы можем заметить, что действительно есть тоже такая плавная градация от серого к соловым, гнедым, рыжим и вороны. То есть, опять же, полный баланс на конюшне. Но хочу сказать, что я заранее заходила на этот аккаунт, чтобы познакомиться с ним поближе. И я определила для себя несколько лошадок, которых я буду смотреть для покупочки. Да, будем присматриваться, прицениваться и уже решать, кого из них мы купим. Эти лошадки третьего поколения, поэтому все хорошо. Но желание хозяйки о том, что предпочтительнее лошадка должна быть третьего поколения, мы будем соблюдать. Ну что ж, я так предполагаю, на этом мы можем закончить и отправляться непосредственно на поиски той самой лошади. Первая остановка нашего увлекательного путешествия это ферма Марли. Да и не просто так. Дважды заходя на этот аккаунт, каждый раз Мэри встречает меня... Или Мари? Как правильное ударение ставить в этом случае? Наверное, это Мэри встречает меня в абсолютно светлых образах. И первая лошадь, которая пришла мне на ум, это вот этот вот светло-серый шикарнейший першерон. Высокий, мускулистный, статный, гордый, да еще и весь такой лохматый кучерявый. Такая грива не может меня не соблазнить на его покупку, потому что мне кажется, он очень ей подойдет. Прям есть такое вот у меня ощущение. Я на это очень сильно надеюсь. По крайней мере, давайте же посмотрим, как они смотрятся. Нет, серьезно, мы будем смотреть и выбирать уже сразу из двух лошадей. Но в случае, если найдется еще какая-то... Еще какие-то лошади, которые мы будем рассматривать, мы тоже их добавим в этот список. Но начнем мы с першерона. Ну и что я хочу сказать? У них практически одинаковые глаза! Серьезно? Ой, какой кадр! Посмотрите! У них и вправду глаза одинакового цвета! Ну, чуть-чуть отличаются! Я даже сфотографирую хозяйки, потом вышлю, если мы в итоге именно этого коня купим. Вау! Вау-вау-вау! Я никак не ожидала, что аж до цвета глаз они будут похожи. Очень красивая анимация у першеронов, их зря могут недооценивать. Так как они, несмотря на то, что являются крупными, самыми крупными, по-моему, тяжиками на Юрвике, они еще и обладатели очень красивых алюров. То есть, по сути, если бы можно было бы на выездку брать тяжиков, я имею ввиду категория не для тяжиков, вот можно было бы взять першеронов. Прям очень сильно бы хотелось. Но, к сожалению, они относятся к категории тяжиков. Так, ну если даже брать, допустим, ей першероны, какую бы стрижку я бы ему сделала? Да, наверное, родную бы оставила. Или вот эту последнюю. В чем вообще разница? Здесь намного большее количество локонов. Так, подниму, пожалуйста, голову, хватит, есть землю. А вот здесь, ну, она просто становится такая более аккуратненькая, мне кажется, как будто бы более причесанная. А челочка, такое ощущение, что вообще и не меняется. А, нет, меняется. Ну-ка. Ой, ну, да, она становится явно поаккуратнее, более как будто бы светлее. А, действительно светлее стало? Нет? Да, за счет того, что вот этих вот волн, узоров, именно волосков меньше, кажется, как будто бы эта прическа делает его более светлым. Ммм, это сложно. Я не думала, что все настолько, как бы тут это тяжеловато будет. Я удивлена. Да, если мы будем брать першероны, то вот такого вот, с этой стрижкой. Ну что, я считаю, очень-очень хороший конь на рассмотрение. Мы подумаем над его покупкой, но сейчас нас ждет уже другая лошадка, тоже, которую, возможно, мы будем покупать. Следующая порода находится в конюшне Юрика. И, возможно, вы уже догадались, смотря на першерона, которого я разглядываю, какую лошадь, мы будем выбирать, как бы рассматривать под номером 2. Это светло-серый фриз. И сейчас отношения к этим фризам очень натянуты, так как разработчики нам сообщили о том, что они будут выпускать, наверное, фриза версии 3.5, вместо того, чтобы обновлять вот этого фриза. Я считаю, это несправедливо, что данные лошадки этого не заслуживают. Но, тем не менее, раз уж я хочу, точнее, думаю над тем, покупать его или нет, надо его хотя бы посмотреть. Тоже смотрим вот эту вторую прическу. Она выглядит на фризе очень ломаной, очень странной. Да, нет, пожалуй, мы ее смотреть даже не будем. А начальная прическа его родная. Вот здесь вот уже все намного лучше. Ну и, конечно же, лично моя большая любовь, это фриз с шишечками. Мне это очень нравится. А мне прям очень, да, очень нравится. Так, ну что же, я хочу сказать, что это очень-очень сложно. Я не помню, по-моему, першероны вышли уже после обновления фриза третьего поколения. Но я не уверена. В любом случае, мне одинаково нравятся обе эти лошадки. Светло-серый першерон, светло-серый фриз. Прям очень-очень сильно. У этого аккаунта есть уже один фриз. Это вот этот вороной, чисто вороной. И, насколько я помню, больше нет. Насчет магиков не уверена, но магики не считаются. Я их не засчитываю. Вы знаете, это прям очень-очень сложно. Я не знаю, как взять. Я так вначале думала над покупкой першерона. И тут глаза совпадают. Да что ж такое-то? Фриз, опусти, пожалуйста, голову. Мне нужно прямо сфотографировать твою моську. В доказательство того, что глаза-то действительно похожи. А-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Он их прикрыл. Он их прикрыл. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Мы поймали. Мы поймали этот хотя бы вот такой вот красивый кадр. Ну что ж. А-а-а. Миссия невыполнимая господа становится прям очень-очень тяжело. Но я не посмотрела, кстати, сколько у человека тяжиков. Я помню, что их довольно много. Там и Шайры, и, по-моему, и Клэйдэс Далия, и Ароденса. То есть у нее... И перширон один вроде бы тоже есть. Но все равно, кого бы ей купить? Вот в том образе, в котором она сейчас, и в том, которого я видела, когда, скажем так, предзаходила посмотреть персонажа, она вся такая светленькая. Либо во всем белом практически, либо с оттенками бежевого. И вот мне прям очень хочется ей купить и перширона, и фриза. Но, как это часто бывает, если я покупаю кого-то одного, то, возможно, хозяин в будущем покупает второго. Или, в принципе, всех лошадей, которых я рассматриваю. Так, ну что ж, ладно. Нужно собраться с силами и все-таки решить, кого же покупать. Спортивного... Точнее, извините, это не спортивный, это Юрвекский фриз или перширон. Ребята, я сдаюсь. Я сдаюсь. Это работает мое подсознание, которое говорит мне, что всю мою ССОшную жизнь сочетание белых сетов на персонажа сопровождалось всегда с белоснежным фризом. Всегда, во все времена, на всех поколениях. Абсолютно. Для меня это те вещи, которые не могут быть по отдельности. Поэтому я хочу в этом видео купить ей Юрикского фриза. И я надеюсь, эта покупка ей безумно понравится. Несмотря на то, что их забросили, что новую амуницию не носить не могут, я все равно считаю, что они выглядят очень-очень классно. У нас это будет взрослый жеребец. Ооо, а вот как назвать? Это вот сейчас отдельный разговор, отдельный вопрос, потому что я что-то как-то не представляю. Хотя что-то в голове вертится. 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 Надо бы только придумать что. Ну что ж, у этого коня будет очень необычное имя. Мне оно прям понравилось, даже в переводе. Этот жеребец будет носить имя Кнайт Край. В переводе Рыцарский крик. Ну, или же Рыцарские слезы, не знаю. Но в принципе я именно делаю акцент на его имя исключительно на английском языке. Кнайт Край. Без перевода. Мне кажется, это очень, очень душевно звучит прям. И подходит. Потому что вот эти вот его градиенты от светло-серого к серебристому и серому как будто бы что-то такое серебро. Меч, щит, металл, чистый серебро или чистый металл. Не знаю, что-то такое у меня ассоциация. Плюс еще это фриз и у меня к ним вообще такое вот странное отношение. Вот. Но я уверена, что да, мы все-таки берем Фриза третьего поколения, светло-серой масти, взрослый жеребец, Кнайт Край. Боже, мне прям произносить это нравится. Кнайт, сейчас как-то, Кнайт Край. Мне прям это так нравится. С изменением прически 969 старкоинцев будет стоить эта лошадка. Ух. Ну что ж, все, собираемся с духом, нажимаем купить и... Он еще в луном свете такой красивый. О боже, я прям очень радуюсь. Я безумно радуюсь, когда я покупаю фризы. Я не знаю, почему. Хотя у меня у самой их не так много. Наверное. Наверное. Я не уверена. Боже, я очень рада. Это второй раз, когда я покупаю подписчику или другу вот данного фриза, но я не могу просто очень, очень мне нравится, как они сочетаются с вашими персонажами. Давайте же отправимся теперь на конюшню. А, я прям не могу, у меня прям мандраж, мне так прям хочется сейчас зайти в конюшню, найти этого коня, сесть на него, подобрать ему амницию, и чтобы Мэри сочеталась с ним, как я не знаю, как никогда. Как она не сочеталась ни с кем из светлых лошадей на своей конюшне до этого. Но, насколько я помню, место нам не освободили, поэтому вот мы его поставим. Куда вам его поставить? Давайте мы его поставим, наверное, вот сюда, вместо магического хаффлингера. Надеюсь, нам это простят. И вот оно, вот оно наше чудо к Найт Квай. Боже, здравствуй. О, как вы классно смотрите. я вам не могу. Опять проблем с дымами. О, да, 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 это прям то, что я очень сильно хотела, прям очень, 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 очень. Так, все, берем себя в руки. Теперь наша задача подобрать сет для этой парочки, и да, чтобы они шикарно смотрели с другом. возможно, я опять же сделаю намек на старое ССО. Это белое уздечко, белое седло, но я не уверена. Прям, о, да, старое было ССО. Прям повеяло им. Я не знаю, чувствуете вы это или нет, но я это ощущаю всем своим сердцем. Вот, да, прям, это оно, это оно, только раньше так все катались на фризах второго поколения. Ну что ж, мне безумно нравится, я не знаю, как хозяйке понравится, а мне очень нравится. Ну что ж, теперь время отправиться в загончик и посмотреть на эту парочку в деле. Так как этот персонаж живет в Элдоле, я решила посмотреть на Мэри и Кнайт Края именно в друинском загоне. Ну что ж, по сравнению, кстати, с ее одеждой и амуницией, он резко стал серебристым. Прям очень сильно теперь это заметно. Вот такой фриза шаг, потом рысь. Вот, вот раньше я почему-то не любила рысь у данной породы, а сейчас я наоборот начала ее больше любить и ценить. Да, жалко, что вот амуницию хорошую, самую последнюю, нельзя на них надевать те же вот выездковые седла и уздечки. Очень обидно. Манежный голоб тоже начал мне нравиться последние несколько месяцев назад. И голоб. Карьер я смотреть сейчас не смогу, так как самый первый базовый уход за лошади, чтобы она стала второго уровня, остается главным правом хозяйки. Остановочка. Раздобыв все ноги и сделаю в топ осаживания. Так вот голубь поворачивает, что очень классно. И дыбы. Так что безумно нравится мне эта парочка, прям очень-очень сильно. Я лично не жалею, что купила этого фриза вместо першерона. Возможно, хозяйка решит купить его в будущем самостоятельно. Я буду только рада, если она действительно купит еще и того светло-серого першерона, потому что мне кажется, что он тоже ей безумно подходит. Ну что ж, на этом все. Видео подошло к концу. Спасибо, что посмотрели его. Отзыв от хозяйки будет в виде комментария с закрепленным под этим видео. Так что на этом все и я с вами прощаюсь. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока! Удачи вам! Ну и до встречи в следующем видео! Субтитры подогнал «Симон»!